Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Лесные пожары в этом году бьют все антирекорды. Такой неутешительный прогноз дал глава противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По его словам, 12 миллионов гектаров леса уже сгорело. Сейчас огнем охвачено еще 3 миллиона гектаров. Плотный дым стоит над всей Сибирью и есть опасность распространения и на европейскую часть страны. Режим чрезвычайной ситуации действует в пяти регионах России. Самая сложная обстановка сохраняется в Иркутской области, Бурятии и Республике Саха. Основной причиной губительных для экологии регионов пожаров председатель ЛДПР назвал лесной кодекс 2005 года. Благодаря этому документу почти полностью под сокращение попала лесная пожарная охрана. Пожары на всей планете. Лето, очень много жарких дней. И они возникали всегда, во все времена. Это было. Но у нас их много, потому что территория огромная. Если бы мы жили в Псковской области, в Новгородской, там вообще нет пожаров. Мы бы сейчас были бы единственная маленькая страна, Псковское Новгородское княжество. Ни одного пожара там нет. Но когда такие пространства... И у нас это огромное количество лесов наших. И особенно верховой пожар, его очень трудно останавливать. Конечно, надо обязательно принимать меры к тушению. Фраза, что это дороже, чем тот лес, который мы сохраним, она не подходит почему. Потому что все-таки люди там живут. Даже если их пожар не коснется, они дышат воздухом. Угарный воздух. Это продукты горения. Плюс, это ведь ягоды, орехи, это звери, птицы. Это же все сгорает. Это тоже нам с вами не выгодно. Конечно, это дорого. Опять огромное пространство. Ошибка в чем? В пятом году нам навязали новый лесной кодекс. И чиновники говорили, значит, мы тут вот все заложили, все верно, все обосновано. И резко сократили лесную пожарную охрану. Это вот парашютисты они. Очаг появился, парашютиста сбросили, он затушил. То есть можно было быстро мелкие очаги тушить. Вот. Или же просто были мощные бригады. Но в плане человеческом, вот как бы я посоветовал, все-таки, чтобы граждане на будущее, или хотя бы их дети, пусть переезжают туда, где мало леса, где мало стихийных бедствий вода, где нет угрозы селевых потоков. Вот я жил в Алма-Ате, там селевые потоки. Мы все боялись. Потом сделали мощные плотины, и опасность миновала. Недалеко было озеро, все его смыло. Но хорошо, вода пошла не на наш город, а в сторону куда-то. Катастрофическая ситуация с лесными пожарами чрезвычайно осложняет предвыборные кампании по всей стране. Такое мнение выразил председатель ЛДПР в эфире федерального телевидения. Владимир Жириновский отметил, что либерал-демократы неоднократно выступали за перенос выборов на весенний период. Выборы сейчас идут у нас каждый год. Мы просили, давайте перенесем на весну, последний понедельник, апреля. Все будут знать. Лето дайте людям отдыхать. Вот сейчас смотрите, стихийные бедствия по всей стране и выборы. Но никто же не отдыхает. И мы депутаты, и чиновники, и администрации, и суды, и прокуроры. Даже армия сейчас. Все заняты. Поэтому идеальный вариант перенести на весну. Но не на холодное время, а уже когда потеплее. В мае много праздников. Вот конец апреля. У нас 16 губернаторов. У нас 12 ЗАГС-собраний. У нас около 50 тысяч депутатов МСУ. Надо, чтобы проходили они спокойно. Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа. Она отметила, что рассматривается несколько вариантов мероприятия. Первые – шествие Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом после. Либо просто митинги на Волхонке или площади Свободной России. Заявленная численность участников акции – 10 тысяч человек. В то время, когда незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму устраивают акции в центре Москвы, официальным кандидатам угрожают физической расправой. На днях в полицию обратился муниципальный депутат района Измайлова Антон Медведев. В случае по Москве наш кандидат Антон Медведев. Угрожают ему кто-то там. В подъезде краской написали. Мы надеемся, что московская полиция найдет и угроза такого плана, что подумай, что же такое вообще. Это вот надо обязательно пресекать. Кто это мешает выборы проводить спокойно, не мешайте. И для участия, ведь все участвовать могут. Конечно, кого-то не зарегистрировали. У нас эта проблема есть. Кое-где в стране, у нас в том году умер, помешали нам в Хакасии. Это возникают проблемы. Это ошибки местных властей. Зимин был главой республики, он сам испугался и сбежал с выборов. Ну что такое, мы же не можем знать, кто из них. Поэтому выборы будут проходить. Мы надеемся, они успешно завершатся. И ЛДПР получит достойное представительство. Естественно, я надеюсь на поддержку всех наших кандидатов во всех регионах. И так может сделать представитель любых партий. Компания идет пропагандическая. Когда все зарегистрированы, партия имеет право агитировать своих кандидатов. Когда нет регистрации, тогда мы еще не имеем права агитировать. Терпение на пределе. Пора принимать федеральный закон о тишине, который оградит россиян от шума постоянных строек и ремонтных работ. Такое заявление сделал Владимир Жириновский после встреч с жителями столицы. Политик отметил, что жить среди постоянного шума отбойных молотков и перфораторов попросту невозможно. Мы согласны с москвичами. Людям тяжело жить на стройке. Даже если благое дело. Где-то переставить клитку, где-то отремонтировать, посадить деревья. Но это связано с шумом. Вы слышите? Вот я слышу так 73 года. Отбойные молотки, отбойные молотки. Ну, представляете, что? Уезжаешь за город, и там все строятся. С одной стороны, вроде бы богатая страна получается. Все строят дачи, дома, ремонт. Не обязательно кто здесь стоит, но другие. Но как жить тем, кто ничего не строит? Этот шум раздражает. Поэтому мы должны, мы должны федеральный закон принять о шуме. Чтобы после 7 вечера никакого шума до 7 утра. Пусть люди спокойно спят, гуляют. Дети же боятся. Боятся. Ну что, отбойный молоток? Это почти как миномет какой-то. Стреляет какой-то. Отбойный молоток это в шахте. Уголь копают. Поэтому шум мешает. И отравленные продукты на рынках мешают. Чем вот арбузик, дыня. Вот я сейчас замерил. В красном секторе все. Чрезмерное превышение и тратных. Ну что это такое? Хочешь уже отдохнуть и покушать арбуз? Скоро август. Опять отравленные. Но остановите. Дайте нам другие не отравленные продукты. Уберите шум. Или как-то старайтесь в новую Москву все перебросить. Дальше перебросить. Здесь патриаршие труды самый центр. Оставьте в покое. Здесь мораторий. Ничего не строят. Никаких отбойных молотков. Жителям не нужны здесь перекладывать асфальт. И убирать деревья. И новые фонари. Пусть будут старые фонари. Оставьте уголки старой Москвы. Не надо везде все переделывать. Стройка, стройка, стройка. Это утомляет всех. Люди устали от постоянного строительного шума и воздух в Москве. Почти доходы как Челябинский, Красноярский, Норильский. Нам еще не хватает здесь от... Пожары были. Помните девятый год? Мы в москвичи умирали. Мы тоже опять все меры не принимали. А торфяне Кенланд Шатура, они загорелись. И дым пошел на Москву, так сказать. Но мэр потерял свой пост. Так что будем помогать. А развивать? Москвичи устали. Мы будем вместе с депутатами новый состав Мосгордумы... Седьмой созыв. Будем стараться резко понизить шум и понизить количество мигрантов в городе Москве. Тем временем показатели посещаемости Москвы иностранными туристами бьет все рекорды. В прошлом году Россию посетило 90 миллионов зарубежных гостей. Годом раньше их было чуть более 20 миллионов. Чаще других к нам приезжают гости из Китая, Германии и, как ни парадоксально, из Соединенных Штатов. Облюбовали Россию для путешествий граждане Южной Кореи, Израиля, Италии, Франции, Испании, Ирана и Японии. Ожидается, что после упрощения визовой формальности количество туристов увеличится в разы. Владимир Владимирович Путин в послании к Федеральному собранию нас настроил на некоторые серьезные инициативы. В частности, развитие экотуризма. Здесь мы совместно с профильными комитетами, ответственными за экологию, ведем работу над тем, чтобы законодательство привести в порядок. Так, чтобы в заповедниках был возможен исключительно экологический туризм, без всяких изъятий территории, вырубок леса, капитального строительства. Но при этом был осуществлен доступ. Чтобы доступ туристу обеспечить, нужны отработанные и ухоженные тропы, места сбора мусора, места стоянок, парковки на границах природоохранных зон и заповедников. То есть, все должно быть цивилизовано. Здесь и законодательство будем подтягивать. Кроме того, Владимир Владимирович нас настроил на то, чтобы мы учли опыт чемпионата мира по футболу, по безвизовому въезду в Россию. И попросил подумать, как упростить визовые формальности. В настоящее время упрощенный визовый режим действует при въезде на территорию, вы знаете, Дальнего Востока. Электронные визы работают до 30 дней. Также Калининградская область присоединилась к этому проекту. И Санкт-Петербург несколько дней назад президент тоже включил в перечень этих регионов. И к 2021 году планируется полностью переход, плановый, на электронные визы. Это, конечно, значительно увеличит туристический поток в Россию. И мы над этим сейчас работаем. Как промежуточный вариант по Дальнему Востоку у нас в портфеле комитет находит законопроект, внесенный Ириной Анатольевной Яровой, мной и еще рядом коллег. Мы предлагаем дать возможность туристу в группе, повторяю, не индивидуально, посетить несколько регионов Дальневосточного федерального округа. То есть, если через порт Владивосток турист из Китая, Вьетнама, Японии, других регионов прибыл в Россию, то организованно он, по нашей задумке, может посетить не только Приморье, но и Хабаровские края, и на Камчатку, успеть слетать за несколько дней на Гейзере, и оставить свои юани, иены, ну и доллары, и рубли у нас в экономике. Законопроект сегодня на Совете Думы будет выноситься на палату. Это все новости к ближайшему часу. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Продолжение следует...